всем привет сегодня у нас очередная посылочка из я так понимаю это gear best давайте посмотрим что это новая почта вот доставила ухты на пакете нигде обозначение нет что она вскрывалась ну запаяна и здесь вроде залеплена вроде не отрывалась блин но я пересрал и тяжелый давайте блин ну реально я у меня ссыкотно и открывать пакет разорван никаких уведомлений что что он вскрыть нету блин хоть бы он был здесь внутри я был ссыкотно очень-очень ссыкотно реально у меня как бы ну пока не было такого чтобы посылки там приходила мыло или кирпич вот новая почта тем более фух все на месте планшет за это не чехол какой-нибудь фух отлично все на месте это из планшет из light in the box вот блин реально я не знаю что сказать потому что я не ожидал блин такого вот что посылки как будут разорваны видели оба причем я не понимаю зачем два пакета вот один пакет был разорван второй пакет и упаковано все в третий пакет и я не знаю зачем это сделано было конечно буду звонить спрашивать что это происходило то есть может какой-то досмотр сделали но после досмотра должны быть документы какие-нибудь что это таможня осматривала ли кто это пытался вскрыть осмотреть документов здесь бумажек никаких нету вот ну вот какая-то надпись уик и все то есть ну поэтому блин ну для нас немного руки трут это ладно давайте под ключ включим посмотрим так планшет это с поддержкой 4g ли нового 8 8 дюймов я уже купил для него чехольчик но он еще где-то в пути или может уже пришел есть несколько посылок которые сегодня забрал в них посмотрим так вот так открывается лоточек здесь две симки либо одна симка и карта памяти как у мобильных телефонов у легкий снизу вот какая-то она и так наверное динамики сделано все красиво хорошо очень удобно вот давайте попробуем включить и пока он будет включаться в ярко светит очень мне нравится вот и пока он будет включаться посмотрим что у нас за комплектация какая-то наклейка с имейами не нужна на нам вот инструкция по использованию на китайском языке никакого английского других языков нету далее у нас гарантийная книжка здесь и мэй вот какая-то здесь а это наверное если поломка заполнять вот этот бумажечки сопроводительные получается ну все на китайском поэтому столку для нас немного я пока китайский не выучил далее вот 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 такой вот обычный micro usb но провод очень толстый то есть не свойственно толстый где-то наверное ну не знаю миллиметра на 3 диаметр больше чем обычного проводов мне кажется сейчас возьму бурова для сравнения какой-нибудь она немножко он больше то есть это визуально показалось но наверное за счет того что он жесткий мне показалось что он толще хотя он ну он действительно толще но совсем чуть-чуть вот для сравнения взял обычный белый с планшета зарядочка у нас красивая китайская есть у нас переходник гуку мы положили так какая-то маркировка и давайте посмотрим что у нас здесь 240 он 50 60 герц 0 5 ампера так выход получается 10 52 вольта вот как то так это все выглядит вот в общем планшет я им сейчас поиграюсь наклейки вроде немножко неровно приклеены мне кажется ну или может просто кажется мне нужен планшет для того чтобы я мог брать его в дорогу 10 дюймовый это больше а 8 дюймовыми я считаю как удобно мобильный телефон не совсем удобно если окулист не советую долго втыкать в мобильный телефон поэтому то есть экран должен немного быть больше поэтому купил 3g 4g версию леново сейчас я им поиграюсь и немножко расскажу свои впечатления обзоров технической стороны всех деталей более подробные их миллионы а просто расскажу о своих впечатлениях будет такая распаковочка и кратенький обзор нравится мне не нравится в общем разрядил полностью вот до нуля поставил на зарядочку посмотрим сколько у нас тут 177 ампера 515 вольта это на родная зарядочка вот с нее мы сейчас заряжаемся дает 178 ампера 177 515 прошло около часа может там час двадцать семьдесят восемь процентов конечно рядом не сидел но полная зарядка заняла где-то час пятьдесят вот влезла 3 878 погонял немного планшет и реально скажу вам что я в восторге 8 дюймовый именно то что я хотел не пришло пока не пришел чехол и не пришло стекло поэтому я пленочку еще не снимал транспортировочную но и с ней все прекрасно там работает вот я очень доволен работает очень быстро давайте пробежимся кратенько запустим танки например и пробежимся по характеристикам немножко то есть экран здесь и ps 1920 на 1200 на 10 касаний процессор здесь snapdragon 625 8 ядер по 2 герца adreno 506 видео ускоритель 3 гигабайта оперативной 16 гигабайт постоянной памяти карты принимают карты памяти дополнительную можно вставить те принимает до 64 гигабайт есть здесь 4g есть gps есть глонас fm тюнер даже есть камера передняя вот это вот 8 мегапикселей точнее наоборот задняя основная 8 мегапикселей приедет 5 мегапикселей снимает очень неплохо как для планшета ну класс и знаете часто бывает нужно по работе там всяким торговым представителям планшеты чтобы интернет был я вот этот планшет могу смело рекомендовать этим людям у него хорошая автономность по поводу автономности батарея заявлено на 4 250 я его разрядил полностью саморазряд у него есть он допустим я оставлял но не как бы небольшой я оставлял его включенным было запущено несколько приложений но я как бы выключил просто вот в режим ожидания и и положил и за ночь он то есть я у положил 6 часов вечера с 18 процентами и где-то часов в 11 я взял на следующий день у в руки да то есть это прошло это может 14 15 часов разряжен он был до 12 процентов есть саморазряд но небольшой по поводу зарядки заряжался он у меня по где-то час 50 час 40 и влезла в него 3878 миллиампер часов по поводу игр все игры все идут отлично вот мы сейчас на максимальных настройках у нас танки выставлены на максимальных настройках он работает и как для меня но я не такой уж великий игрок для меня как бы вполне комфортно играть то сейчас мы работаем сейчас мы на максимальных настройках давайте посмотрим как он работает да хоть ехать я вообще даже не пойму давайте добавим звука динамик здесь то есть стереодинамики оба работают меня вибрируют в руку вот есть пробитие Давайте проверим настройки. По-моему, высокие все везде стоят. Я не убирал. Да, все высокое стоит. В играх показывает себя отлично. Просто супер. Звук неплохой. Давайте немножко тише опять сделаю. Звук отличный. То, что я пробовал, оно все работает. Все отлично. Никаких проблем у меня не возникало. Есть у нас выход для 3,5 наушников, если кому интересно. Нет только быстрой зарядки. Но батарея будет дольше работать, если без быстрой зарядки. По поводу автономности. До 8 часов он работает, активного использования. Пара часов каждый вечер мне будет хватать, наверное, на 3-4 дня его. Без подзарядки. Аудио здесь Dolby Atmos. Так, это я уже рассказал, рассказал, рассказал. Четвертый Bluetooth я не говорил. Вот. Ну и Android 6.0.1 здесь стоит. Предустановлено, вот с обновлением предустановлено здесь несколько программ. Ну, гугловски это понятно. Вот эти вот можно сразу удалить, как бы, но они предустановлены. Ну, плюс вот эта вот информация, обзор о планшете. То есть, это просто вот такая вот картинка. Я не знаю, как ее запустить или так далее. Вот, ну, как бы, краткая информация о том, что это есть. То есть, ярлычок установлен здесь. Ну, можно его, конечно, удалить, если нужно. Есть предустановлен родительский контроль. То есть, если вы ребенку берете и так далее. PUBG работает. World of Tanks работает. Ну, все работает, все летает. Просто я безумно рад. Ну, и давайте посмотрим камеру. Камера, она реально классная. И вот я не знаю. То есть, ну, мне кажется, здесь больше, чем 8 мегапикселей. Вот. Поэтому я и говорю, да, давайте переднюю сделаем. Теперь так, где тут у нас переключиться на переднюю. Давайте посмотрим, что мы сфотографировали. То есть, вот передняя сфотографирована. Я не знаю, как отобразит камера, но она довольно-таки неплохо фотографирует. То есть, для планшетов я пока в руках не держал планшет, чтобы вот так хорошо фотографировал. Вот. Реально классно. Чувейхай 10 Pro фотографировать неплохо. Ну, блин, ну вот 7-дюймовый, 8-дюймовый планшет с 4G, с GPS, вообще с этими всеми народами. Даже FM есть. Я еще в руках не держал, чтобы он еще и хорошо и фотографировал. 4G есть, 4G работает. Сейчас у меня стоит карточка не поддерживающая 4G, поэтому, ну, в моем городе, поэтому нету его. Но и в ней работает все отлично. То есть, 3G работает все класс. Класс. В общем, на сайте заявлена поддержка 64 ГБ всего. Вот я вставил 128 ГБ карточку Samsung, вот такую вот. И все у нас отлично отформатировалось, все у нас работает отлично. Вот SD-карта определилась. Все отлично. Можно ее настроить как при подключении. Оно спрашивает. Так, либо настроить как расширить память внутреннего, либо как отдельное хранилище для файлов использовать. Вот. Выбираем, что нам нужно. Она форматируется. И после этого можно работать все отлично. 128 ГБ карточку с хавала. По поводу истории, что пакет был вскрыт, я написал претензию на новую почту. Хоть они мне и начали рассказывать на горячей линии, что новая почта, типа, не несет ответственности. Во всем виноват QTEC. Но это бред, потому что вскрытый пакет, новая почта не должна была принимать вскрытый пакет от перевозчика там другого. И они должны были какой-нибудь акт составить, что пакет вскрыт. Или какие-нибудь документы. То есть, QTEC сейчас может сказать, что новой почте передал целый пакет. А новая почта вскрыла его, да, то есть, и потом запаковала в свой пакет. Или, допустим, при перевозчике она упаковала в упакованный пакет, а потом сотрудники новой почты вскрыли свой пакет, открыли мой пакет, да, то есть, в котором товар шел из магазина. И потом запаковали опять в свой пакет. Назначив там новый номер или распечатав, я не думаю, ну, я думаю, как бы есть у этих наклеек, которые лепят на почту с номерами. У них там есть, наверное, дупликаты или как-то они эти печатаются. Вот, то есть, я не думаю, что они уникальные и там по одному всего идут. Ну, хотя я не знаю, как бы, внутренней кухни новой почты. Но, в любом случае, я написал в UTEK, скинул, ой, написал на новой почте претензию. Конец истории, потом расскажу уже, когда будет история. Также я обратился в UTEK. UTEK сказали, ну, я у них спросил, куда мне написать заявление и так далее. То есть, у нас нету представительств нигде, то есть, в моем городе. И, то есть, я могу только в электронной форме, наверное, отправить или по почте. Спросил, куда. Сказали, не нужно пока ничего отправлять. Будут разбираться, мне позвонят и скажут, что с моей ситуацией и так далее и тому подобное. Если ситуация разрулится до момента, как я буду выкладывать это видео, я, конечно, все расскажу. Если не разрулится, то уже буду отдельно расскажу в каком-нибудь из следующих видео. Либо отдельно, дополнительно сниму кусочек ролика, что там, допустим, или стекло придет. Буду лепить стекло с чехлом, да, и там расскажу уже про эти детали этой истории. Резюмируя, очень мне планшет понравился. Я очень доволен его приобретением. Могу его советовать для людей, которые работают постоянно. Вот это, например, торговые агенты, которым нужно, допустим, пользоваться какими-нибудь таблицами экселевскими. Звонить с него нужно постоянно, чтобы интернет был и так далее. Ну и для любых других целей, там, для детей, для взрослых подойдет отличная, отличная начинка, отлично исполнен. Я его, вот сколько я играл в игры, он ни разу не нагрелся нигде. Я даже не знаю, где у него процессор находится, потому что по ощущениям, ну, бомбово. Также мне нравится, что динамики, они сделаны вот именно в центре. Потому что ты даже рукой, если ложишь, то, как бы, эти места, они не совсем, то есть, они не закрыты. У меня обычно там в телефонах вверх закрывается или вниз. И здесь, получается, вот так сделано в центре. Ну, то есть, мои ладошки не закрывают отверстия динамиков. И поэтому, ну, удобно пользоваться, удобно прослушивать звук. Скорость работы прекрасная, автономность прекрасная, есть GPS, не греется. И офигенный, классный, сочный дисплей. Давайте посмотрим яркость. Вот максимальная. Ой, наклацал. Давайте вот так сделаем. И яркость. Давайте под углом. Ну, что я могу еще сказать? Просто класс. Планшет очень офигенный. Покупал я его на GearBest, но через пару дней, после того, как я его приобрел, он был на Light in the Box где-то на 10-15 долларов меньше. Поэтому я выложу обе ссылки. Если кому интересно, можете посмотреть. Все будет в комментариях. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!